Здравствуйте, меня зовут Искерианин Елизавета, я учусь из 5 класса и сегодня я хочу рассказать о своей любимой книге. Моя любимая повесть это «Девочка с земли». В этой повести у меня есть двух экземпляров. По этой книге снят фильм «Гости из будущего» и мультик «Тайна третьей планеты». Главный герой этой повести это девочка Алиса Селезнева, второклассница, активная и любознательная. Ее отец профессор Селезнев, умный космический заумок, капитан корабля Пуфлосков и зеленый, это механик корабля. Их враги это космический пираты, крыс и весельчак У. По сюжету Алиса о девочке с земли, она со своим папой профессором Селезневым, капитаном корабля Пуфлосковым и механиком зеленым отправляются в космическое путешествие на корабле Пегас. Но это будет не простое путешествие, а с необычайными приключениями. С самого начала наши друзья планировали встретиться с необычными животными для московского зоопарка. А также они встречались с необычной птицей-ковырном, раскрыли тайну пустой планеты, увидели миражи. И самое главное, разоблачили последних космических пиратов, крысы и весельчака У. В этой книге мне понравилась девочка Алиса. И то, как о ней рассказывает автор. Последние две недели предоплеты прошли в спешке, волнении и не сюда необходимо беготне. Алиса я почти не видела. Во-первых, надо было приготовить, проверить, перевести и размотить в Пегасе клетки, ловушки, ультразвуковые приманки, капканы, сети, силовые установки, еще одна тысяча вещей, которые нужно для ловли зверей. Во-вторых, надо было заплатить лекарствами, продуктами, фильмами, чистой пленкой, аппаратами, диктофонами, софитами, микроскопами, папками, записными книжками, резиновыми сапогами, счетно вычислительными машинами, зоциками от солнца и дождя, лимонадом, плащами, панамами, сухим мороженым, автолетами, еще миллионам вещей, которые могут понадобиться, а могут и не понадобиться в экспедиции. В-третьих, раз уж не по дороге, будем выпускаться на научных баях, станциях и разных планетах, надеть с собой грузы и посылки, апельсин для астрономов на Марсе, селедку в банке для разведчиков малого арктура, вишневый сок, тушь и резиновый клей для археологов в системе 2БЦ, порчевые халаты и электрокардиографы для жителей Пинта-Фикс, арктура орехового дерева, выигранной жителям планеты Самора в викторине, знаете ли, в фланшем системе, альфовое варенье, витаминизированное для лицеников, еще множество подарков и посылок, которые нам приносили до последней минуты бабушки, дедушки, братья, сестры, отцы, матери, дети и внуки, тех людей и инопланетчиков, с которыми нам придется увыдиться. В конце концов, наш приказ стал похож на мной в ковчег, на плавучую ярмарку, на магазин-универсал и даже на склад торговой базы. Четвертым членом нашего экипажа, если не считать кухонного робота, который вечно ломается и вездеходных автоматов, была Алиса. Она, как известно, моя дочь, кончила второй класс. Не всегда что-нибудь случается, но все ее переключения показывают все благополучно. Алиса полезна сводить в человек, она умеет ухаживать за зверями и почти ничего не боится. Как вы, наверное, уже поняли, мне очень понравилась эта повесть «Девочка с земли». В этой повести мне понравилась девочка Алиса тем, что она любознательная, активная и трудоребивая. Я очень советую почитать вам эту книгу и другие повести Кира Балычева. Вот можно ли стать армия примером. Продолжение следует...